Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, какие у нас были в Потеряевке с первого года, с 91-го года. Они проводились на улице, иногда под крышкой там в лагере делали. По тематическим занятиям. Земля, то ли землю получали, или что-то. И тема земля. Дальше. Исследователи находят, что не было более кровожадной нации в прошлом, как евреи. О том говорит Иоанн Златоуст в шести словах против иудеев. Таких только преступлений они не творили. И статьи у них в большинстве случаев заканчивались смертными приговорами. Но не было никогда даже намека на такое преступление, чтобы кто-то свою землю отдал в другое государство. Случалось, что убивали даже царей не раз, женились на племенных женах, изменяли Богу и Егове, начинали поклоняться Ваалам и другим божествам, утопали в грехах. Но к земле никто никогда не прикасался. Это что-то сверхсвященное. Сверхнеприкасаемое. Сверх. И нет такой статьи против таких посягателей на землю. Потому что даже намека на такое преступление не было. Любого за такое посягновение сразу же истребляли бы на месте. Слово «земля» встречается в Библии 2933 раза. Если случалось, что, проиграв войну, лишались своей земли, то спустя сотни и даже тысячи лет вновь поднимали шестидневную войну и отнимали свои исконные земли. Когда была нужда, то закладывали землю, могли и продать ее, но только в своем уделе, в своем колене. Даже из колена в колено земля не могла переходить никогда. Границы установлены раз и навсегда. Межевой столб не передвигать. И какая самая сильнейшая угроза евреям от Бога через пророков была та, что чужие будут делить вашу землю через чужие земельные комитеты по земельным ресурсам. Амос 7.17 За то, вот что говорит... За это. За это. Или не видишь, что ли еще там? Вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчещена в городе. Сыновья и дочери твои бадут от меча. Земля твоя будет разделена межевой вербью. А ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Второзаконие 19.14 Не нарушай межи ближнего твоего, который положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Сейчас идет война между бывшими республиками Союза Азербайджаном и Арменией из-за Карабахской Нагорной области. Ковсомольской правде читал, что умирает на операционном столе раненая армянка, и, услышав голос врача, успела задыхаясь в предсмертной агонии спросить ни о родных, ни о себе. Но как земля наша... Как земля наша? Ни на точки, ни на что не смотришь. Карабах не отошел к Азербайджану? Значит, Бог берет под свою защиту. Да, слава тебе, Господи, могу умереть спокойно. Последняя мысль у них о земле. Не отошла ли куда земля? А вот об этом я прочитал в «Войне и мире» Льва Толстого. Так их сохранилась в памяти с детства, когда я читал это о жизненном пространстве. Беседуют немцы там. Все мировые войны немцы начинали за землю, за Лебенсраум, чтобы прибирать земли от других государств, чтобы немец смог распространяться. Сейчас японцы всячески ублажают Ельцина, а раньше Горбачева за острова Шикотан и другие из тамошней гряды, из тамошней гряды, бывшие у Японии когда-то. Но во Вторую мировую войну, перешедшие к Союзу. У Японии мало земли, и они искусственно наращивают землю, чтобы маленькие островки появлялись. И так расширяют свою площадь. Это зацепка, это морские просторы, это рыба, это морепродукты, это Лебенсраум, жизненное пространство. Слышал выступления многих депутатов, которые за то, чтобы отдать эти острова. Считаю, что давно бы это надо сделать. У нас больше глаз нахватали всего, а людям негде жить. Люди все братья, и нечего уж тут по узости глаз и мелкоти сердца мерить. За эти острова японцы готовы нам многое дать, и жители этих мест готовы перейти к японцам. И японцы обещают дать русским пенсии и мертвых вывезти на материк, кто пожелает из отъезжающих. Никогда нигде мы не находим в Библии, чтобы кто-то покусился отдать землю из колена в колено даже. Число 27.1.9. Вот прочитайте, я оставляю тут. Сестры, которых не было, сыновей, как это было. Дальше. Вот как это происходило. Не считайте за тяжесть прочесть эти отрывки, ибо в другое время вы просто не будете иметь возможности это прочитать. Рус 4.1.11. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз, зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал, сядьте здесь. И они сели. Ну представь, сегодня это абсолютно невозможно сделать. Хас, а что ты указываешь? Мне Бог свободу дал. Сказал, он куда-то торопился, он шел-то не просто болтался, он шел к определенной цели. Все, 10 человек идут. Сядьте здесь, все сели. Понимают. Слово и дело. Вот это была нация. Сказал Вооз родственнику, Наиминь, возвращавшаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи присидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я тот... По тебе я. По тебе я. Тот сказал, я выкупаю. Вооз сказал, когда ты купишь поле у Наимине, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в деле его. То есть хорошо знал закон, обдумал, пришел и вот так началось. И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и при мене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу, купи себе. И снял сапог свой и дал ему. И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимине все Елемелехова и все Хелионова и Молхонова, также и Руфь Моавитянку, жену Молхонову, Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот вместо пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израиля, приобретай богатство в Ефрафе и да славится имя твое в Вифлееме. Мертвая связь между женитьбой и землей. Царь Ахав решил завладеть понравившимся ему виноградником своего соседа, но тот ни под каким видом не хотел отдать и лишился жизни за это. Третья царь 2.13 Ну на Вуфея сказала Ахаву, сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе. Третья царь 21.3 Ну на Вуфея сказала Ахаву, сохрани меня Господь, что передал тебе наследство отцов моих. А сегодня готовы отдать все, страну и свое наследство, чтобы только сегодня было хорошо. В книге правил все каноны намертво запрещают отдавать монастырскую землю. Покупать землю мог родственник близкий Еремея 32.11.12 И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Моосеи, Моосеи, в глазах Анамиила, сына дяди моего, в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стража. Вот сколько требуется покупатель и продавец двое, и два свидетеля, четыре. Сегодня в Москве, чтобы землю там оформили, ну насколько верно, Хомсомольская правда писала, 226 кабинетов пройти надо. Сколько же там их нацеплялось, которые ничего не делают? Дальше, ну считай. С правом наследства и правом выкупа это юридически совершенно точное выражение, что земля никуда не может переходить. Отзаломить за нее непотребную цену он не мог. Были свои нормы и установленные цены. А если иначе была бы сделка совершена, то она была бы признана недействительной. Иное отношение к купле-продаже аннулировалось. Все иное ликвидировалось, как заключенное недееспособным человеком. Хотя бы деньги были заплачены, документы нотариально заверены, но они будут недействительны и рвутся. 1900 лет Израиль трудился, чтобы вернуть свои земли. Сегодня палестинская автономия и прочее это все из-за земли. Левитам 25-23-30 Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит коды продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять в владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и опять вступит в владение свое. Как все это было обдумано? Вот так показывает, досчитайте до конца, и теперь Левит. Левитом 26, 38. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. Земля пахотная, покосы, выпаса. Число 32, 4. Земля, которую Господь поразил перед обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. Второзаконие земли си пришли от вас в робость. Борьба за землю прекращается, когда начинаем жить свято. Иисус Новин 14, 15. И земля успокоилась от войны. Кто живет на земле, налагает на нее отпечаток своей жизни. Как наш Павел смотрит полупьяный на пьяных трактористов и говорит, вот у них пьют, а у них трактора есть, а у нас не пьют и у нас ничего нет. Как бы так получается по Павлову, что пить надо и будут у нас тогда колонны тракторов стоять у дворов, заваленных пустыми бутылками. Первые годы нанимали мы пьяниц огороды пахать, а сейчас уже без этого обходимся. Здесь же все с нуля и не все могут добыть сразу. Судей 2-2 И вы не вступайте в союз с жителями землистей. Богам их не поклоняйтесь, изваяние их разбейте, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? Вот какая у нас главная заповедь, чтобы не заразиться от внешних и тогда Бог пошлет второстепенное, то, что необходимо для сей жизни. Матфея 6-33 Ищите же прежде царство Божие и правду его, и это все приложится вам. И это все впереди пища и одежда, а все остальное приложится. Все говорят, выступают патриарх, выступают лепископы, баптисты, адвентисты, вот этот стих все искажают. Второзаконие 27-17 Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь. Иов 24-2 Межи передвигает, угоняет стада и пасут у себя. Это прямо про Корченских и про действия Назарова Сергея, земельный комитет района. Он установил границы поселка так, что Корченцам земли наши отдал до половины нашей улицы. Его выгнали, а эти безумные столбушки межевые так и стоят, догнивают и падают. Притча 22-28 Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. Потеряевка возникла в 1818 году, а село Корчено только через 7 лет, в 1825 году. Они на наших землях шикуют сегодня. Бог же предупреждает всех. Притча 23-10 Не передвигай межи давние, и на поля сирот не заходи. Осия 5-10 Вожди иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Притча 15-25 Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мы верим во всемогущего Господа Саваофа, и он устроит так, что все будет во благо детей его, а не так, как пытаются нечестивые люди сегодня делать. О земле говорю, о земле занятия, как к ней относиться? Серахов 16-19 Равно сотрясается от страха горы и основания земли, когда он взирает. За грехи живущих Бог изгоняет людей с их земли. Серахов 48-16 При всем том народ не покаялся и не отступил от грехов своих, доколе не были пленены и земли своей и рассеяны по всей земле. Пленены? Какое за слово? Пленены? Пленены. Варух 2-34 И я возвращу их в землю, которую склятво обещал от самых Аврааму и Исааку и Иакову и они будут владеть ею и умножу их и не уменьшатся. Повторяю уже в третий раз, что никогда ни один еврей за всю их историю не посягал на то, чтобы попродать землю язычникам, безбожникам, как, например, всячески старался поехать и сдать ее в Кадниково Петр Григорьевич Калашников на позор себе и на бесславие поселку. И сколько он тут старался таких пакостей сделать, но Бог не допустил этому безумию его сбыться. Позор этих его закулисных переговоров сдать нашу землю в чужие руки не прошел. Благо, что Бог не убил еще этого врага совсем, не истребил совсем его домом, как делал в Ветхом Завете. Думаю, что это по молитвам святых, кто знал о нашем затруднении и молился о том. Новый же председатель земельного комитета Детинни КГВ Мамонтова расположен в правде и к земле нашей отнесся поистине и закрепил ее за потерявкой. И Петя лишился земли навсегда и бежит отсюда, как осквернитель устава и открыватель тайны, выступивший в суде за безбожников и нечестивцев позорных. Если тебе нужно уезжать отсюда и никто из местных не покупает твою землю, значит ты бросил ее и ушел. Как допустим на севере ты жил и решил уехать и никто не покупает квартиру, то что ты будешь с ней делать? Не поедешь же в Китай искать покупателей за границей, так и относительно земли. За граничным никогда никто не продает ее. Игорь Дебунов бросил все и уехал. У Наимени муж умер и сыновья, на которых она числилась. Она все равно за их рабством должна быть. И никого нет. Земля заросла и отдыхает. Вторую параллель упомяну 36-21. Доколи во исполнение слова Господня, сказанного устами Еремеи, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семи десятилетий. Хотя бы земля заросла коноплей, никто наркотическую комиссию не присылал, как дурят в корше на Потеряевской земле. А вот они, Потеряевы, через 72 года появляются здесь. Это уже по писанию. Третья ездра 1678. Вовсе. Вовсе по писанию. Третья ездра 1678. Это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт Тюартерном. Так что человек проходить не может. Он оставляется и обрекается огню на истребление. Заброшенную землю возрождает новое поколение, но никому из посторонних ее не продает. Все остальное от лукавого. Память о том, кому отдана земля, остается в веках. Самарянка это знала. Иоанна 4, 12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети его, и скот его? Имя Иаков произносится в Библии 445 раз и даже язычница смогла усвоить его обетование себе лично. Прошли тысячелетия, но пещера Махпела так и остается во владении Абрама и его потомков. Бытие 49.30 Пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре в земле Хананской, которым пещеру купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Бытие 50.13 И отнесли его сыновья его в землю Хананскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина перед Мамре. Иногда земля продается как пятачок под посольство иному государству и они ни шагу в сторону. Корабль приплыл. Это тоже территория того государства, чей флаг носит корабль. Каждый капитан есть полномочный представитель своей страны. Надо думать, что это относится и к подводной лодке. К машинам это не относится. И еще не войдя в обитованную землю, народ Божий был разделен по коленам, что и видел Валаам. А у нас все перепуталось. Верующие выходят замуж за неверующих. А поем Псалом 1.1 Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом и в органах правления, но не поддерживает нечестивые замыслы. Числа 33-54 И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Случилось, что колено уменьшалось от сотни тысяч до нескольких сот, как у Ефремова колена. И никто не помыслил сдвинуть границы и не сказал, что у него детей много и их нечем кормить. И что же это такое? Сидит он на земле, а у него даже жены нет. Засевать могли, в аренду брать, но не переводить ее по документам в другое колено. Священникам дан удел алтарь. Жить жертв народа, брать с каждого десятую часть. Но дело земли не дал им Господь, дал только города, где они жили. И левину, колену земля не выделена. Землю нужно распахивать, для этого много нужно времени. А священники должны распахивать корса людей и пахать на страницах Библии. Вот их земля. Но они даже не пользуются плодами земли. И 11 колен приносят ему, и у него теперь получается 110%. А у каждого из колен только по 90% урожая. Если бы сегодня ввели десятину в храмах, то торговля уже и не нужна. Тогда есть разница в обеспечении, но не столь разительная. Разница на неполных 10%. А священник теперь со своего что получил десятину должен отдать. Теперь у него уменьшилось и подходит по цифру. А сегодня уровень жизни простого крестьянина и священника. В городе разница может в сотни и тысяч раз. Это уже крайне позорно и несправедливо. Но из полученного от народа священник обязан теперь сам возносить Господу десятину. И у него остается почти столько же как и у крестьянина. Крестьянина. На холмах Китая террасами садят сады. Столько труда вкладывают, чтобы земля была пригодна для посадки. Подержаете Крупцовску и уже километров за пять свалка от заводов. Сколько везде свалок дымится. Вся земля как гиена смердит. Немцы в войну. Чернозем вагонами вывозили из Украины. Мы же сидим на золоте. Такая ценность нашей земли. Не знаем того. так. Видимо перевернул кассету и обрывается как. Уже понятно как относиться к земле. Все на этом. сейчас за этим будем события не рассчитывать.